Здравствуйте! Сегодня я, украинский историк, расскажу вам о том, что шокировало и продолжает шокировать сегодня, буквально сегодня, в России иностранцев. Это бесподобная лживость. Вот сегодня, оказывается, Путин рассказал, что Украина представляет угрозу для России. И Украина, которая меньше в несколько раз, в котором нет ядерного оружия, она оказывается, это она, оказывается, напала на Россию и отобрала Крым. А Россия не хотела захватывать Крым. Так не хотела, так упиралась, так ее все убеждали, захвати Крым, а она не хотела. Вот это сегодня такую чушь нес российский президент. Еще он много всяких чушей нес. И о перевороте государственном, когда Янукович в действительности расстрелял людей, подуськиванный, кстати говоря, Россией, расстрелял людей, потом подписал обязательство принять Конституцию и провести выборы. Не сделал ни одного, ни другого до конца года и убежал в Россию. И оказывается, это государственный пароворот. Кстати говоря, был представитель России на этих переговорах, которые тогда велись. И он единственный отказался подписываться под мирное соглашение с Януковичем, кстати говоря. Это 14-й год. Ну и вот такую всяческую чушь и ложь продолжает нести российское руководство, требуя, выкручивая руки у НАТО каких-то себе гарантий. А вот сама никаких гарантий не выполняет. Ни Будапештского меморандума, ни двусторонних соглашений с Украиной, никаких других гарантий ничего не выполняет. Вероломно все нарушает и требует для себя гарантий. Вот как это было в древности, я вам сейчас прочитаю. Сигизмунд Герберштейн, посол Священной Римской империи в Москве, 1517-26 года, записки о московитских делах. Народ там в Новгороде был очень вежлив и честен, но сейчас он крайне испорчен. В чем без сомнения виновата московская зараза, занесенная туда постоялыми московитами. Я вам напоминаю, что Новгород был присоединен в 15 веке, захвачен фактически, а в 1570 году его население было практически поголовно уничтожено московитами. Второе. Когда-то Псковская республика была очень велика и независима, я опять цитирую Герберштейна. Но в конце концов, в 1509 году, после Рождества Христова, Иван Васильевич захватил ее благодаря предательству некоторых священников и обратил в рабство. Он вывез даже колокол, по звуку которого собирался Сенат для разрешения общественных дел, расселил самих жителей Пскова по другим городам, а на их место поставил московитов. И полностью уничтожил свободу Пскова. В результате образованные и даже уточенные обычаи псковитян заменились обычаями московитов во многом на много более испорченные. Именно псковитяне при всех сделках отличались такой честностью, искренностью и простодушностью, что не прибегая к любому многословию для обмана покупателя, говорили одно только слово, называя сам товар. Добавлю также, что псковитяне и понысь не носят прически не по московскому, а по польскому обычаю на пробор. Но это уже мелочи. Рафаэль Барберини, флорентийский купец. Доклад о делах Москве. Графу Нугоролу Данверсу 6 октября 1565 года. Я считаю людей в этом крае очень корыстными и бессовестными. Корысть их достигает такой степени, что если не подарить им чего-нибудь, то нельзя ничего от них получить, не заключить с ними какое-либо соглашение. Вельможи, как частные лица, как и частные лица, не стыдятся нагло требовать чуть что увидят кольца или другие вещи, даже деньги. Словом, все, что бы то ни было. У самого канцлера есть правило, если кто придет к нему и объявит, что желает поцеловать руку государя за какое-то дело. Первое его слово. Принес ли ты чего-нибудь, чтобы удостоиться взглянуть на ясные глаза государя? Князь велит сечь растяну на земле даже самых благородных из бояр. Поэтому нет там почти ни одного чиновника, который хоть раз в роду своем не был высечен. Но они не гонятся за честью и чаще терпят побои, чем знают, что это такое стыд. Очевидно, что московиты очень склонны к козлу. Вообще все здесь большие, ну как это по-украински шахрай, это значит мошенники. Как только могут тайно оплетать, все могут тайно оплетать. И поэтому очень осторожным нужно быть в своих соглашениях с ними. Кто ведет с ними торговые дела, должен всегда быть осторожен и очень бдителен. Особенно не доверять им слепо, потому что на словах они очень хороши, зато на деле иначе. И как можно ловчее умеют добродушной личиной и самыми фальшивыми словами прикрывать свои лукавые намерения. Они великие мастера обманывать и подделывать товары. С особым искусством умеют подкрашивать соболей, чтобы выдавать их за лучших. Или покажут вам одну вещь на продажу, останетесь с ними торговаться о цене. Они вроде бы и слышать не хотят об уступке в цене. А вы тем временем и не заметите, как уже подменят вещь на худшую и вернутся к вам, готовые идти на уступки. Джильс Флетчер, посол Англии в Москве, 1588-1989 года. О государстве российском. В 1591 году. Напечатано. Что касается верности слову, то московиты в большинстве своем считают его ничем, это слово. Если могут что-нибудь выиграть обманом и нарушить данное обещание. По правде можно сказать, как это известно тем, кто имел с ними торговые дела, что от большого до малого, кроме немногих россиян, которых очень трудно отыскать, всяк не верить ничему, что говорит другой, но и сам не скажет ничего такого, на что можно было бы положиться. Эти качества делают их никчемными в глазах всех их соседей. Особенно у татар, которые считают себя гораздо честнее и справедливее россиян. Те, кто внимательно обсуждал состояние обоих народов, то есть московитов и татар, считают, что ненависть к способу правления и поступкам московитов до сих пор была главной причиной язычества и отвращения татар от христианской веры. Петр Петрей из Элизунда, много такого, много могу цитировать. Шведский посланник в Москве, реляция, 1608 год. Когда москвитяне ссорятся и враждуются со своими соседями и не могут довыговориться и помириться с ними, а хотят сражаться и воевать, они ведут себя не так, как принято у славных властителей. Они не желают известить или объявить в письме или вестнике о своем желании вести войну, а прежде чем их враги успеют оглянуться и принять меры, как в Крыму, они врываются в их землю с несколькими тысячами людей, разоряют и опустошают ее мечом и огнем. Пока враги это заметят и успеют подготовиться, они уже разорят землю на несколько миль и вернутся домой. К сожалению, не вернулись еще из Крыма. Так же, как воюют обманом и хитростью, тоже умения используют они для заключения мира, особенно когда говорят, что хотят соблюдать вечный мир с соседями. Людей, которые не подозревают о подвохе и хитрости, легко обманываются такими словами. Они думают и верят, что этот торжественно заключенный вечный и неизменный мирный договор будет нерушим. Но россияне говорят, что этот вечный мир с врагом должен продолжаться лишь до того времени, пока живы монархи. Дальше, дальше, много есть, очень много, к сожалению. Вот. Генрих фон Штаден. Вот еще, или тот же Петр Петрей из Лизунда. Пытаются захватить врасплох врага и обманом завладеть его городами, не решаясь сразиться с ним в открытом бою или взять городом нападением. Да и всеми своими подвигами они обязаны быстрому набегу, случайности и предательству. Полагаются больше на свое преимущество в количестве, чем на храбрость, хорошее и правильное военное устройство. Генрих фон Штаден, германский наемник, побывавший в Москве. Это очень интересно с 1564 по 1576 годы, в том числе на службе опричников. Почему это важно? Потому что он фактически о своих преступлениях там признается, этот Штад. Купцы, ну то есть самокритичный, значит не врет и в остальном. Купцы и все деловые люди Московии все время врут и очень легко обманывают. Им нельзя доверять никаких денег, их могут присвоить. Давать взаймы россиянам невозможно, все оставшиеся без присмотра товары непременно будут разворованы. Юст Юль, датский посол в Московии. Записки датского посланника в России 1711-1712 года. Можете вот всех, на которых я называю, набирать в интернете и вы прочитаете российские переводы. Я просто выбрал то, что их шокировало. Когда имеешь дело с россиянами, лучше говорить с ними грубо и круто, тогда они уступают. Иначе, если хочешь постоянно обращаться с ними ласково, не сможешь договориться. Вообще-то с россиянами нужно применять почести, напитки и подарки. Все остальные средства, такие как справедливость и право, на них не действуют. Не действует право, ни ООН, ни ОБСЕ, никто. Следует также отметить, что как в Нарве, так и впоследствии в самой России, россияне при выдаче мне денег всегда умышленно меня обсчитывали в свою пользу. Если бывало их проверишь, они считают снова и говорят, что правильный счет. Проделывают они это хоть 10 раз подряд и мучают того, кто получает деньги, пока ему не надоест их проверять, и он не смирится с обманом. Много такого, много, очень много. Тургенев был на одной обложечке моего видео со словами о лживости, о том, что россияне и залгавшийся самый народ. Вот, и что он дальше пишет? Правду сказать я неохотно знакомился с русскими за границей. Я их узнавал даже издали по их походке, по крою платья и главное по выражению их лица. Самовыдовольное и презрительное, часто повелительное, оно вдруг сменялось выражением осторожности и робости. Человек внезапно настораживался весь, глаз беспокойно бегал. Батюшки мои, не соврал ли я, не смеются ли надо мной? Казалось, говорил этот утропленный взгляд. Проходило мгновение и снова восстановлялось величие физиономии, изредка черездуясь с тупым недоумением. Да, я избегал русских. За границей имеет в виду. Вот, дальше. Много чего. Есть еще интересные вещи. Ну, я могу цитировать очень много, если честно. Очень много могу цитировать. Возможно, это уже на четвертое видео. Но, как мы видим, по сути, верность слову – это не про россиян. Не о россиянах. Совершенно. И это мы, украинцы, почувствовали на самих себе. На, собственно говоря, на своем очень опыте, таком болезненном. И поэтому, наверное, нужно об этом знать всем другим народам. Вот, например, Иоанн Георг Корп, австрийский дипломат, дневник путешествия в Москве, 1698-1699 года. Поскольку москвитяне лишены всяческих хороших правил, то, по их мнению, обман является доказательством большого ума. Лжи откровенного крючка творства они совсем не стесняются. Столь чуждые этой стране семена истинных добродетелей, что даже порог славится у них как достоинством. Но не думайте, однако, что я желаю внушить вам убеждение в том, что все обитатели этого царства по их невежеству и гордости так думают о добродетели. Среди большого количества непригодной травы растут и полезные растения. В этих людях преуспевают тем большие добродетели, чем труднее было их развитие. Я тоже так считаю. Что честным человеком легко быть на Западе, а в России очень трудно. Русские по себе судят и о других народах, потому иностранцев, прибывших в Москве, случайно или намеренно подвергают тому же ИГУ и заставляют быть рабами. Московиты умеют придумывать повести о своих триумфах и поражениях врагов. Московиты в своих мыслях столь великие воины, насколько они одарены творческим воображением. Маркиз де Кюстин. Это вообще очень известный человек, советую почитать. Он немножко эмоционально, немножко так пристрастно, но очень четко, точно. Россия в 1839 году. Страна эта, честно говоря, хорошо подходит для любых обманов. Рабы есть и в других странах, но чтобы найти столько рабов придворных, нужно побывать в России. В этой стране признан тиранией уже было бы прогрессом. И вот здесь очень правильное замечание, потому что ложь это в принципе достоинство раба. То есть это такое достоинство, которое с главными людьми не подходит к людям таким вельможным и великим. Поэтому, когда врут чиновники такого уровня, так врут, как будто они какие-то, я не знаю, жулики, самые мелкие. Это, конечно, диссонанс. Правитель также бессердечен, как они, но смело превращает их в скотов, чтобы привязать к себе народ. И властитель соперничает в обмане, это я дальше цитирую Кюстина, в суевериях и бесчеловечности. Отвратительное сочетание варварства и малодушия, обоюдная жестокость, взаимная ложь. Все это составляет жизнь чудовища, гниющего тела, в чьих живых жилах течет не кровь, а яд. Вот неминуемая сущность деспотизма. Властители, владеющие ныне этим священным пристанищем восточного деспотизма, считают себя европейцами, потому что изгнали из Москвы и калмыков своих братьев-тиранов и учителей. Не в обиду им будет сказано, никто не был так похож на ханов из сарая, как их противники и последователи московские цари, заимствовавшие у них все вплоть до титула. Если бы вы... ну да, царями же называли в Москве только ордынских царей, а себя только великим князем. Если бы вы путешествовали вместе со мной, то так же, как и я, заметили бы неизбежное опустошение, образовавшееся в душе русского народа абсолютное произвол. Прежде всего, это дикое пренебрежение к святости данного слова. К истинности чувств, к справедливости поступков. Потом это триумфальная во всех делах и сделках ложь. Все эти все виды бесчеловечности, недобросовестности и обмана, словом, притупления нравственного чувства. Мне кажется, это то, что, кстати, Гоголь писал, «Мертвые души». Мне кажется, я собственными глазами вижу, как из всех ворот Кремля выходят пороки и заполняют Россию. Это Кюстин, еще раз подчеркиваю, рекомендую. Любой несчастный случай здесь считается делом государственного значения, ведь это значит, что Господь Бог забыл свой долг перед императором. Когда Господь наказывает русских, они обращаются к царю. До сих пор я считал, что дух человека уже не может обходиться без истины, как тело, его не может обходиться без солнца и воздуха. Путешествие в Россию вывело меня из этого заблуждения. Истина – потребность только избранных душ или самых современных наций. Простолюдины довольствуются ложью, потакающей его страстями и привычкам. Лгать в этой стране значит охранять общество. Сказать же правду значит совершить государственный переворот. Я смотрю, как выгоняют из этого Совета по правам человека тех людей, которые что-то Путину в глаза говорят. Это вообще, вообще. Российский деспотизм перекраивает факты, борется против очевидности и побеждает в этой борьбе. Ведь ни очевидность, ни справедливость, если они неудобны для власти, не находят у нас защитников. Народы, даже знать, вынуждены присутствовать во время этого поругания над истиной, примиряются с позорным зрелищем, ибо ложь деспота, какой бы грубой она ни была, всегда льстит рабу. Россияне, которые безропотно выдерживают столько скитаний, не терпели бы тирании, если бы тиран не делал смиренный вид и не прикидывался, что считает, будто они певенуются ему по доброй воле. Человеческое достоинство униженной абсолютной монархии хватается, как за соломинку, за всякую мелочь, ну и так далее, чтобы не быть настолько униженным. Ложь настолько унизительна, что жертва, заставившая тирана лицемерить, чувствует себя, словно отомстивший. Вот это интересное, кстати, замечание. Возможно, действительно, россиянам нравится, когда врут. Отвратительное сочетание варварства и малодушия, обоюдная жестокость, взаимная ложь, все это составляет жизнь чудовища, гниющего тела, в чьих жилах течет не кровь, а яд. Это Кюстин. А вот Эрик Пальмквист, очень молодой человек, интересный, из Швеции в 1673-1774 годах, в 20-летнем возрасте написал шикарные, просто компетентные карты Московии. Вот. И что он говорил? О России в целом следует сказать, что их характер больше всего проявляется в обмане и мошенничестве во время торговли, потому что честность россиян редко устоит против денег. Они так жадны и хитры, что считают наживу честью. Что россияне не знают великодушия, считают ложь достоинством. Они умеют скрывать свои намерения, поэтому часто следует понимать их слова в противоположном смысле. То есть Путин говорит, что он ни на кого не будет нападать. Но мы-то знаем. И наоборот, когда он говорит, что он будет нападать, это совсем не обязательно значит, что он будет. Поэтому мне кажется, вот наконец мы пришли к сути, что вся эта история с лживостью России, она связана с тем, что, будем говорить откровенно, в России период архаичный, грубо говоря, каменный век, не так давно закончился. Где-то тысяч на три, на четыре позже, чем в Европе и в остальном. Ну и в том числе в Украине. И жить в такой среде, в среде первобытной, это всегда конкуренция, очень жесткая конкуренция. Это всегда борьба за кость, буквально в смысле слова. Нет сотрудничества с другими, есть только выдирание друг у друга кости. И вот в этом россияне до сих пор, исходя из не очень далекого расстояния от тех времен, очень серьезно преуспевают. Но в современном обществе от сотрудничества народы получают гораздо больше, чем от воровства. И мне кажется, что россиянам это еще предстоит понять жестоко на себе, на своем собственном опыте. Но если умные, как говорят, учатся на чужом, могли бы посмотреть, как живут народы германцы, у которых преступность одна из самых низших в мире. Ну и североевропейцы тоже скандинавы. Как живут японцы, у которых тоже преступность на одном из самых низших уровней в мире. И может быть, какой-то вывод бы из этого россияне и сделали. Хотя, честно говоря, я сомневаюсь, потому что инстинкты берут свое. Это как, опять-таки, это как Шура Балаганов, который, имея там 50 тысяч или сколько там, 500, украл пудреницу из ракушек и рубль 72 копейки. Из-за этого его поволокли. Поэтому будем знать, будем чтить заповеди не так, как россияне, большинство. Но я не говорю, что все. Опять-таки, есть там действительно хорошим людям, там очень тяжело. И я снимаю перед ними шляпу, потому что это святые люди. Но большинство есть большинство. Вот такая ситуация, которая есть, которая формирует все напряжение в мире сегодня. Хотят что-то украсть, но не получится. Спасибо. Спасибо. Спасибо.